В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина о главных криминальных событиях недели. Третья ступень в наркоторговой иерархии оказалась последней. Вынесен приговор наркодилеру из Самары. Дистрибуция наркотических средств происходила от имени известного в определенных кругах интернет-магазина, который развернул свою сеть на территории России. Слабой сдачи не даст пойманы гастролеры, грабившие дома пенсионеров в нескольких районах Рязанской области. Вот зашли с ребятами, с своими. Зашли в дом, бабка лежала, забрали мне 50 тысяч денег, там все равно лежали. Забрали 50 тысяч, вышли в терраску, ящиколотки взяли и уехали. Две тысячи рублей и сумка с продуктами. Такой оказалась цена жизни пенсионера из села Зенина починки. Я не думал, что я его, я думал, он живой, сейчас через час очухается, встанет, чтобы ходил своими ногами. Сасовским МСО завершено расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя районного поселка Ермиш. Примечательно, что погибший практически бомж, которого знакомый обвинил в краже и решил учинить самосуд. Мужчина выстрелил в свою жертву 17 раз из травматического пистолета, а когда заметил, что потерпевший подает признаки жизни и пытается сопротивляться, нанес около 10 ударов ножом. Потерпевший является фактически бездомным, проживал, нигде не работал, случайными заработками перебивался, подрабатывая у местных жителей. Какой-либо факт кражи имущества не подтвердился. Более того, следователи выяснили, что после жестокой расправы как раз виновник обокрал погибшего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Рюмочные во дворе – это всегда лишние нервы местным жителям, разумеется, кроме тех, кто с утра дежурит у двери разливаек. Порой контингент пугает и детей, и взрослых. Резонансный и показательный случай произошел с одним из рязанцев. Ему тоже надоел вечный шум от пьяных посетителей Рюмочной, и он сделал резкое замечание из окна своей квартиры компанией людей на улице. Ну вообще сам обвиняемый заявляет, что неоднократно звонил в полицию, и в том числе в этот же день. То есть у него первоначально случился конфликт с первой группой мужчин, он сообщил об этом в полицию. Вот. И уже с второй группой вот у него произошел конфликт, который закончился трагически. Новость сразу попала в раздел самых обсуждаемых. Хотя бы потому, что ЧП произошло 3 августа. Многие связали это с днем ВДВ. Хотя, по словам следователей, никто из фигурантов дела к голубым беретам отношений не имеет. Замечание хозяина квартиры мужчинам не понравилось, и уже через несколько минут они стучались в дверь. Не брали никакого оружия с собой, ни ножей, ни битой, ничего у них с собой не было. Просто как вот они находились на улице, так они и зашли к нему. Вот. А поскольку увидели сразу у него нож, сразу поняли о серьезных намерениях данного молодого человека и немножко опешили. Вот. Один из них к нему все-таки подошел и без всяких предупреждений и каких-то разговоров получил ножевое ранение в область сердца. У виновника нашлось немало защитников, считающих, что хозяину квартиры ничего больше не оставалось делать. Все-таки четверо крепких парней против одного. Но следователи указывают на факты. Один из тюк кровью прямо на лестничной клетке, двое других получили резаные раны. Сам нападавший цел и невредим. Он, конечно, смягчает свою вину, что хотел просто их напугать. Но все его действия, которые он совершил, говорят о том, что именно умысел у него был направлен на совершение убийства. Если по-человечески, то разбираться в этой истории можно долго, и у каждого будет своя правда. Например, почему почти никого не интересует возмущение жильцов домов, в которых располагаются рюмочные? Или куда смотрел комендант, мимо которого без перекрестного допроса порой не пройдешь самыми добрыми намерениями? Искренне жалко родственников всех участников происшествия. И хочется напомнить остальным, что в любом случае начинать нужно с диалога, а не с холодного оружия. К другим темам вступил в силу приговор в отношении Марата Софиулина. 25-летний житель Самары проведет 4 года в колонии строгого режима. Напомню, год назад специалисты констатировали массированный выплеск на нелегальном рынке синтетических наркотиков новых видов. Анализ оперативной обстановки показывал, что в областном центре появилась законспирированная дилерская сеть. Дистрибуция наркотических средств происходила от имени известного в определенных кругах интернет-магазина, который развернул свою сеть на территории России. И сопровождалась рекламной кампанией, как в интернете, так и путем СМС-рассылок и рекламы на фасадах домов. Выяснилось, что именно Софиулин был ключевым звеном преступной схемы. В его съемной квартире на улице Есенина оперативники обнаружили 3,5 килограмма наркотиков, электронные весы, упаковочные материалы, респираторы и резиновые перчатки. Незаконная деятельность помогала подниматься по карьерной лестнице. Мужчина сначала работал розничным курьером-закладчиком, потом дорос до фасовщика-распределителя крупных партий. По указанию координаторов Самарец через тайники получал партии высококонцентрированного реагента, превращал его в конечный продукт и частями передавал другим закладчикам. Еще один наркопритон прикрыли уже сотрудники УМВД. В полицию обратились два жителя улицы Черновицкая. Рязанцы были обеспокоены тем, что во двор одного из домов зачастили подозрительные гости. По словам бдительных граждан, в том стали захаживать неопрятные люди разного возраста. Причем нередко, когда они покидали подъезд, то покачивались как пьяные. Это и мужчины, и женщины, группами и по одному. Они нам элементарно не дают отдыхать. Наркопритон прямо в своей квартире организовала 35-летняя Рязанка. Гостей принимали без разбора, а вот полицейским откровенно не рады. В отношении злоумышленца возбуждено уголовное дело. Когда мотивом для совершения преступлений становится корысть, еще можно понять, но какими аргументами должны руководствоваться люди без гроша в кармане. В январе этого года в одном из сел Кораблинского района в полузаброшенном доме был обнаружен труп мужчины. С момента преступления прошло несколько дней, но подозреваемого следователя вычислили сразу. Биография погибшего практически та же. Несколько раз судим, не работал, жил как придется. А вот родственную душу выбирать так и не научился. Банальная ссора привела к мучительной смерти. Убивал он, так скажем, своего собутыльника при помощи металлической пластины, которую отыскал в его же доме. Порядка 30 точек приложения травмирующей силы было насчитано экспертами при проведении медицинской экспертизы только на одной голове у потерпевшего. На ближайшие несколько лет виновника обеспечат бесплатной жилплощадью, работой и обедами по расписанию. А вот по поводу того, что перевоспитают, есть большие сомнения. Самые излюбленные жертвы преступников – беззащитные пенсионеры. На днях сотрудники уголовного розыска задержали представителей цыганской национальности, которые подозреваются в серии ограблений. В полицию еще в декабре прошлого года обратилась 73-летняя жительница села Глебово Путятинского района. Бабушка сообщила, накануне ночью к ней ворвались незнакомцы, требовали отдать сбережения. Ехали в Глебово, я остался за рулем. Пошли трое. Спустя этого всего времени, где-то через полчаса они пришли и сказали, давай быстрее езжай. Положили в багажник ящик водки и поехали. Зашли с ребятами, с своими. Зашли в дом, бабка лежала, забрали мне 50 тысяч денег. Я сказала, ну там все работники лежат. Забрали 50 тысяч, вышли в терраску, ящик водки взяли и уехали. По характерным особенностям поведения подозреваемых, оперативники уголовного розыска предположили, что имеют дело с гастролерами, жителями других регионов, которые проездом совершают преступления и скрываются за пределами области. Отрабатывая эту версию, полицейские и вышли на 40-летнего уроженца и жителя Ермишинского района Рязанской области, который в конце прошлого года внезапно переехал в соседний регион. Оснований для подозрений хватало, а вскоре удалось вычислить и единомышленников. Задержанные уже признались, что 12 тысяч рублей. Они похитили в Кораблинском районе, а в Шиловском за одну ночь ограбили сразу три дома. Поймали гастролеров в Московской области. Следующему пенсионеру пришлось гораздо хуже. В последние минуты своей жизни он узнал, что можно погибнуть за две тысячи рублей в собственном доме. Главный фигурант дела по-хозяйски водит понятых по дворовой территории. Год назад вместе с приятелем он решил наведаться в гости к местному жителю села Зенино-Починки. Хозяин дома понял, незваных гостей, громко барабанящих в его дверь, лучше не впускать. Но грабители специально приехали на электропоезде в надежде обогатиться и не собирались отказываться от своих намерений. Тот оконный проем, через который они проникли, ну вообще, собственно говоря, не подпадал под подозрение, поскольку размер его был там 50 на 80 сантиметров. Оторвал вот эти наличники, вот эти наличники, вынул его за так, но маленькое. И через этот пенек залез вот сюда в терраску. Через этот пенек залез сюда в терраску. Подошел к той двери изнутри и открыл собачку, открыл дверь и впустил меня. Хозяин дома толком и не успел оказать сопротивление. На него сразу обрушились удары. Но и этого разбойникам показалось мало. Они связали мужчину, а затем одели ему на голову мешок из-под сахара. Он бы просто был свободно оден. А для чего вы его одели? Чтобы он нас в лицо не увидел. В частности, меня. А и Рому, тем более. Рому он знал. Пока потерпевший, связанный с мешком на голове, лежал на диване, грабители на его же деньги купили в местном магазине водки. Вернулись в дом и отметили удачную кражу. А главное, до мельчайших деталей успели запомнить каждый эпизод. Исключительно подробно описал всю обстановку в доме. Все моменты, где он брал пакеты. Что рядом, какие вещи лежали. Вплоть до мелочей. Фактически данные совпадали с протоколом осмотра места происшествия. Детально описал, как и кто залазил в дом. Причем изначально это было неизвестно органам следствия. Свинарник здесь был. Сейчас чисто. Ну, конкретно что? Да конкретно. Все валялось. Все было разбросано. На столе что было? Грязные тарелки, грязные вилки, ложки. Здесь вот на трюмо. Тоже все было навалено, не поймешь, что. Провода какие-то, зарядки, телефоны. А больше всего грабителей смущал лежащий среди всего этого хозяин дома. Что будем делать? Или что делать? Отруби его. Чтобы он без сознания был. Я увидел вот эту табуретку. Где она? Вот она. Вот она. А где она стояла? Стояла она не здесь, а стояла она вот здесь. Ну, вот тут он идет, поймешь, вот так она стояла, вот. Так она стояла. Я взял табуретку, смотри, и зашел в спальню. Тихо, тихо. Встал вот так вот к нему, к деду. И ударил вот так вот, его поговорить два раза. Я не думал, что я его убил, я думал, он живой, сейчас через час очухается, встанет, чтобы ходил своими ногами. Перед уходом пенсионера развязали, сняли с головы мешок, а напоследок прихватили с собой продукт из его холодильника. Обнаружила погибшего соседка. У одного грабителя будет 8,5 лет, у другого целых 10, для того, чтобы подумать, что их самих ожидает в старости. Неприятная картина ожидала следователь на месте происшествия в Шацком районе, в селе Новочернеево. Там, на территории коровника, учинили драку местные скотники. Погибший получил неудачное ранение в руку. Судебно-медицинской экспертизой было установлено, что смерть потерпевшего наступила от малокровия. То есть, выражаясь простым языком, человек просто истек кровью. Ссору мужчин заметили доярки. Женщины растащили пьяных дебошеров, но те решили продолжить разговор в бытовке. Раненому скотнику пытались оказать медицинскую помощь на месте, но спасти мужчину не удалось. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. И еще одно зрелищное оперативное видео поступило из пресс-службы УМВД. Сотрудникам СОБРа не удалось попасть в подпольный игровой клуб стандартным способом, пришлось пойти на крайние меры. Металлическую дверь срезали с петель. Из помещения игорного клуба изъято 9 игорных аппаратов и комплектующие к ним. Подозреваемые взяты под стражу. По информации оперативников, игорное заведение было расположено на цокольном этаже многоэтажного дома. Вход помещения защищал мессивно-металлическая дверь, которая открывалась только для проверенных посетителей. Организаторы и сотрудники подпольного азартного заведения использовали серьезные меры конспирации, которыми окружили себя и свой клуб. В отношении нарушителей закона возбуждено уголовное дело. Это были главные криминальные новости недели. Будьте осторожнее всегда и везде. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин